Я для удобства попробую разбить вот все что вы написали на некие такие отдельные части чтобы было проще наверное вам воспринимать информацию и чтобы то что мне было проще как-то структурировать то что нужно вам сказать. Во-первых первое ваше сообщение оно очень сильно посвящено работе с психологом. Видимо что для вас это был опыт опыт ну не сказать что вы прямо вообще негативный вы человек достаточно здравомыслящий чтобы понимать что там было и позитивного достаточно и вы признаете это самостоятельно но тем не менее вам вот не хватило вы не смогли к ним уходить. И не собираюсь оценивать работу своих коллег это не профессионально я скажу вам по факту что проблемы с родителями вот в принципе проблемы с родителями они не всегда являются скольным ваших проблем за возрастом состоянии возрастом возраста и есть три типа терапии это терапия поведения когда мы корректируем человека на уровне его поступков в действии терапия причин когда мы анализируем причины до которых человек так себя ведет и терапия процесса терапия процесса это когда человек осознал свои причины проблемы преодолел их и идет дальше это как бы такая знаете превентивная работа уже направлено на непосредственно предупреждение и поиск скрытых проблем так вот в вашем случае поиск этих проблем он не актуален потому что у вас есть проблемы которые нужно решить сейчас соответственно причины причины того что вы пошли к психологу заключаются в первую очередь в том что вероятно вам хотелось получить для себя какой-то новый опыт наверное вам хочется чтобы вам все таки помогли потому что вы чувствуете что от вас чего-то ожидают от вас чего-то хотят но вот помощи как таковой не дают и психолог она в принципе совершила очень ну вот знаете ошибку в том что сказала что вас интересно слушать а может быть так оно и есть конечно же но проблема заключается в том что когда слушаешь нужно еще что-то давать вот вы много чего написали на самом деле давайте сейчас попробуем обратиться к тому что вы написали значит так вот тут вы пишете значит что так мужчина который ваш любовник сейчас он изначально начал с вами разбираться с проблемой и тут мы сталкиваемся с первой особенностью особенностью вашего характера это особенно заключается в том что вы как бы скрыто толкаете людей к тому чтобы они делали что-то для вас то есть понятно что вы специально направлено этого не хотите но это происходит вы являясь являясь достаточно сильной личностью являясь самостоятельным субъектом во многом вы вот может быть даже сами того не замечая во многом вы отталкиваете людей к тому что бы они делали для вас что-то мужчина особенно мужчина особенно себя на это это всегда как бы это сказать ведется потому что смотрите ваш муж вы его поддерживали он увидел что вы как бы мужественнее чем он это его от вас отдалило любовник видел что вы предлагаете ему разбираться будешь дошел в этом сколь解釈 он начал возникнуть Вы такой человек, на которого хочется сравняться. То есть, вы харизматичный человек, вы достаточно сильная личность. И вот это сулит вам проблемы. Проблемы какого плана? Проблемы такого плана, что личности тяжело находить контакт, с мужчинами в каком плане. То есть, вам, вы как бы не до конца принадлежите ни своему мужу, не до конца принадлежите любовнику. Почему? Потому что вы не можете до конца отдаться им. Отдаться им вы не можете из-за того, что сознаете свои собственные интересы, свои собственные наши цели и так далее. И вы понимаете, что до конца этим идеалом вашим не отвечает ни муж, ни, в принципе, любовник. И вот вам нужно сейчас для себя сказать так. Вот у меня есть мужчина. Есть идеал мужчины, наверное, тоже. Хотя об этом вы не писали. И, в принципе, нужно, наверное, об этом сказать. Но, тем не менее, пока вы об этом не писали. Есть идеал мужчины. С идеалом мужчины нужно разобраться. То есть, понять, что он для вас представляет. И, как бы, определиться, готовы ли вы принимать человека неидеального или нет. Потому что то, как вы относитесь к вашему мужу, напоминает очень сильно, вы знаете, такой вот мудрый наставник. Вот вы говорите, я жду, когда он там выпьет немножко, чтобы его эмоции там большинство и так далее. Мужчина не может с вами вращаться в свои эмоции. Ему кажется, что он слишком слабый в сравнении с вами, а вы слишком сильные. И вот вам, вероятно, надо учиться быть слабым. То, что вы его не умеете делать. И эта проблема как раз таки уходит в экономию в детство. То, что вы не имели отца, значит, вам приходилось занимать эту самую позицию. Быть еще родителем для мамы. То есть, по сути дела, когда нет одного родителя, то дети выбирают несколько направлений поведения. Это первое поведение наше соответствующее. То есть, если, допустим, у, скажем, мальчика нету отца, то он ведет себя как, ну, его поведение нечто женское. Либо, наоборот, он слишком гиперболизирует поведение мужского. То есть, это реакционное поведение. Вот у вас именно то самое реакционное поведение. То есть, когда вы имеете внутренний свержень достаточно сильный, который у вас сформировался сейчас с родителями, и теперь вы просто не умеете, не знаете, может быть как, не задумываетесь о том, чтобы быть слабым мужчиной. Даже если вы пытаетесь, вот вы плачете, все равно это не есть слабость. Это внутренняя. Мужчина никогда рядом с вами, вероятно, не чувствует, что он владеет ситуацией. Знает, что вы ситуацию, если что, возьмете в свои руки. Если что, вы эту ситуацию должны решать сами, и решите ее так, как, собственно, вы считаете. Ну, это здорово для вас. Как для себя личности, это тоже здорово. Но вот мишина – это уязвление. И это уязвление, оно мешает, наверное, вам до конца сблизиться с собой. Эта сила, которая у вас есть внутри, она мешает вам отдаться мишине, отдаться не совсем. И получается так, что и к первому, и к второму вы относитесь, ну, я бы не сказал, чтобы с высока. Да. Ну, вы знаете, вот вы говорите, что идеал у мужчины – это любовник ваш, про него я сейчас скажу. Но, тем не менее, вы его оцениваете. Вы, как бы, знаете, чего он стоит у мужчины. Вы прямо уже знаете, вот у него эта сильная сторона, эта сильная сторона, такая сильная сторона. Я могу на него в этом положить. Как для личности, это хорошее качество. Вот как для женщины, качество у него, что женщина своего мужчину полагается на добрый нацент. Соответственно, из этого мы делаем вопрос. Можете ли вы положиться на кого-то из своих мужчин, по 100% доверить им свою жизнь, кому-то из них? То, что я говорил ранее, не отменяет того факта, что, ну, как бы, вам нужно ответить на этот вопрос. То, что я говорил, все равно еще в силе, потому что, действительно, думаю, что ни с кем, ни с другим мужчиной вам не по пути, но это, как бы, уже решать вам. То есть, вот здесь, что касается психологов, вы, наверное, также искали в психологе человека, который бы был сильнее вас. То есть, человек, который мог вам помочь. А кто вам может помочь? Тот, кого вы считаете сильнее себя. А психолог, то, кого мне казалось. Хотя потому, что она была женщиной. И я ведь не считаю, что женщина обязательно слабее мужчин, потому что, ну, бывает так, что и личный психолог не подходит. Бывает так, что и, в общем-то, просто ожидания от работы завышены слишком психологом. Так тоже бывает. Поэтому много разных причин. Но я думаю, что суть в этом. В том, что вы сами себе оставили образ человеку, который может вам помочь только тот, который сильнее вас. И вот пока вы такого человека себе, такого человека не посчитаете с ним сильнее вас, ну, вряд ли вы будете воспринимать вот ему помощь. Дальше. Дальше. Что касается детей. Как бы, как бы, ничего аномального в том, что вы не хотите детей. И видите ли, вы знаете, что ваш муж хочет детей. И вы очень тесно социально связаны с той средой, где вы его общаетесь. У вас есть сильная привязанность. И к мужу, и к любовнику связаны это, вероятно, с тем, что вы привыкли заботиться о людях. Вы чувствуете себя в некотором роде, в некотором роде, ответственны за муча и ответственны за любовника. Но вот эта ответственность за других – это черта в большей степени мужика. Потому что это мужчины несут ответственность за женщину, а не наоборот. И то, что вы такую ответственность чувствуете, как бы сказать, является предисторией того, что вы не хотите детей. Почему вы не хотите детей? Потому что вы знаете, что в таком случае вам придется ответственность за себя переложить на мужчину. А мужчина, который бы, по вашему мнению, справился бы с этой ответственностью – нет. Или есть, но вы самостоятельно боитесь. Вы боитесь эту ответственность приложить. Потому что вы не привыкли по-другому жить. Человек с такой деловой хваткой, да, у которого бизнес и все, ну это, для него это очень логично, правильно и, в общем-то, характерное поведение за поведение. Что касается детей еще, то здесь нужно сказать так. К детям понуждают наше общество, к детям понуждают, как бы, долг. Но если вы сами не хотите, то делать этого не нужно. Просто потому что необходимо понимать. Социальное стремится к достижению своих целей. Социальное обладает признаками человеческими. Это стремление подложительной роли и инструктом от хранения. Общее всегда будет требовать от вас ребенка. Но вопрос в том, ваше лето желание. И есть такие женщины, которые никогда не рожают. И они живут спокойно и счастливо. Поэтому, если вам не хочется, то не нужно даже об этом думать и переживать. Другое дело, если мужчина хочет детей, то, опять-таки, это его желание. Вы за это желание ответственности не несут. Я полагаю, что имеет место быть небольшая ретроекция, то есть, как бы, проецирование своих, ой, прошу-прочу проецирование чужих поблюдений на себя. Качество довольно плохое, необходимое для личного роста, но вам оно вредит. Нужно понять вам самостоятельно, что именно вы берете от других людей и что, значит, лично ваше. То есть, ограничивать вот эти вот моменты. Пока складывается впечатление, что вы слабо представляете себе разницу между своими желаниями и побуждениями мужчин. Дальше у нас здесь идет так. Значит, не стоит расстраиваться. Так, что касается предательства, значит, вы пишите, пытались поговорить, и в ссоре пытались, и спокойно, но не нашли подход. Вот, знаете, как здесь не привести пример Иван Николаевич Полософа, его «Войной и мир», где Андрей Барконский, какой вот одиозный лидер своей семьи, да, человек очень вспыльчивый, своеобразный, он, по сути дела, тоже был сложный человек, человеком с характерным подходом к нему. И у кого-то этот подход был, у кого-то не было, вы не нашли подхода к нему. Значит, нету нормального пути взаимодействия с человеком. Нету достаточных точек соприкосновения у вас с ним, на самом деле. Да, вы друг друга понимаете, как вы написали сейчас, но все равно эта отчужденность она осталась. И эта отчужденность была в критический момент, в момент, когда решался вопрос, ну, попромства, да, вопрос детей. и это очень радует. Это оказало очень серьезное воздействие на ваше восприятие мужчину. Вы, по сути, перестали воспринимать его как, ну скажем так, как мужчину в узком смысле. Вот как человека, да, как партнера, да, а вот как мужчину в узком смысле уже нет. И это мешает вам, собственно говоря, до конца с ним сблизиться. Ну, не дает он вам того, что вам нужно, а вот его побуждение вас удерживает. По-моему, даже чувство вины из-за того, что вы его предали. И здесь я вам хочу сказать, что с вашей точки зрения, с точки зрения того, что сделали вы, это хорошо. Если бы вы не встретили другого мужчину, было бы вам очень плохо. Было бы вам плохо потому, что, ну, на самом деле, не находили бы у вас эмоции того выхода, который им требовался. И в результате просто-напросто вы не чувствовали бы себя живой, чувствовали бы себя зажатой, чувствовали бы себя еще больше не в свободе, чем раньше. И вряд ли бы вы жили счастливо, могли бы наслаждаться жизнью. Может быть, вы не сохранили бы даже свою самостоятельность в этом случае. Поэтому не нужно думать, что вы сделали что-то плохое, когда преданность у его мужа. Да, по отношению к нему это плохо, но, к сожалению, мы все люди, а может быть и к счастью, это вообще кто как воспринимает. И нам нужно то, что нам нужно. Если мужчина дать не может этого, соответственно, он обязательно найдется тот, кто может. в эту ситуацию вы поступили естественно и получаете то, с чем нуждаетесь. Прругое дело, что мужа вы обманываете, обманываете вы себя. В том, что вы живете, опять-таки, для него отчасти, отчасти для своего любовника. И любовник, он вам дает очень много. Но ему тоже что-то вам дает. Так вот, у вас к нему привязано, у вас к нему что угодно, только не в отношениях, как в отношениях, а вот любовника вы понимаете, не в отношениях. Пишите вы о том, что он для вас идеал, вас привлекает его молодость. И это действительно момент. То есть как бы вы подтверждаете то, что я вам сказал в первом видео, когда речь шла о потребностях. Вы нуждаетесь в молодость. Вы эту молодость искали и вы эту молодость получили. Проблема заключается в том, что и та молодость у мужчины может пройти. Более того, уже сейчас вас она не привлекает. Что есть в молодости? Это резкость, импульсивность, чувство резко. Да? Активность. Это пройдет. Вот опять таки, отбросьте, отбросьте вот эту фигуру. То есть фигура это молодость. Молодость убираем, она исчезнет. Да? Что остается? Остаются те качества мужчины, которые сохранятся с ним дальше, в дальнейшем. Вам нужно понять, нужны ли они вам. Достаточно ли их вам для того, чтобы, собственно говоря, быть с этим человеком всю жизнь. Разделяет ли он ваши планы, ваши отношения к детям. Тоже очень важный момент. Потому что если нет, то соответственно у вас будут с ним тоже проблемы. И вот, если убрав молодость в мужчине, вы не находитесь к ним быть, то есть поймете, что вас привлекает только это. То простите, имеет место реакционное поведение. То есть поведение, при котором у вас потребность, потребность в молодости, более ярко выражено в мужественности. Но это не те отношения, которые вам тоже дадут что-то хорошее. И когда вы осознаете, с чего вы хотите, то есть как вы относитесь к мужу, в какой позиции, и к мужчинам вообще. Когда вы осознаете, а вот я вообще так говоря, как воспринимаю любовника, вот он не идеал. А идеал, не расширюсь ли я потом в нем, да вот, что меня в нем привлекает. И кроме молодости, если что-то еще, у вас будет более-менее четкая картина того, что вас волнует. И я думаю, что если с мужем у вас отчуждение преодолеть жизнь сейчас невозможно, потому что слишком много времени прошло, и вы уже как бы переболели, и чувствую, что вы ушли к нему, они вряд ли вернутся. Вот с любовником вам отношения построить может. Но только в том случае, если вы научитесь быть, точнее, как сказать, научитесь. Если вы будете пытаться быть слабым, пытаться на него перекладывать ответственность за вас, как можно больше. Он достаточно заслуживающий доверие человек. Его действия, они говорят сами для себя. Ну и, собственно говоря, вот когда мы спрашиваем себя, что удерживает вас от мужа, давайте подумаем. Вот это то, что удерживает, чьими желаниями и побуждениями являются. Вашими или его. Если его, то смело от них отказываетесь. Мужчина сам себя обеспечит. Мужчина без вас проживет. Более того, вы найдете ему возможность жить дальше. И вы найдете ему возможность встретить ту женщину, с которой он будет больше понимать. С которой он будет чувствовать себя мужчиной. А с вами он себя чувствует недостаточно мужчиной. Что касается любовника, то здесь я думаю, как сказал, более чем ясно. Более чем понятно. И пока можно попробовать оставить вопрос вот в таком виде. То есть подумайте пока над этим. И, соответственно, дальше напишите, если хотите, еще в продолжении, соответственно, будет еще видео ответ. Значит, пожалуй, отдельный вопрос, который стоит. Вот вы раскрыли свои отношения с любовником более подробно сейчас. Понятно, что для вас он много значит. Но, тем не менее, поскольку вы смучен, то давайте сейчас поговорим про мужа. Вот вы очень много и долго не общаетесь, не разговариваете. Вот как мужчина в такой обстановке это объясняет. Сознает ли он сам, что это есть проблемы? И, по сути дела, губительная среда для любых отношений. Готов ли он что-то менять ради вас? И, собственно говоря, наверное, знает ли он про любовника? Если нет, то забираетесь либо говорить об этом. И как вы относитесь ко лжи в ваших отношениях? Потому что где ложь, там отсутствие доверия соответственно с вами мужчины. Вы уже полностью не доверяете, значит теряете надежду на полноправные и полноценные отношения. Пока что все. Дальше будет видно по ходу дел. А вот такие вот, что вы смотрите под видео с документами. Конечно светлыми olacak сторонниками. marih, лето, кресони по праву делу, ativesites ленировки, которые важно выбрать на выб predictions.